ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй! Здравствуй! Мне так стыдно. Ты чего, Семён? Таким дураком я был неделю назад в прошлой передаче. Дожил до 45 лет и ничего не знал о видео. Да ты не переживай, Семён. Я путал битвы. Я Сегу не мог отличить от Супер Нинтендо. Я картридж не мог в приставку вставить. А теперь? Теперь. Я неделю играл. Я теперь генерал. Ну, не генерал, так майор в видеоиграх. Но это мы сейчас проверим. Ты по сравнению со мной мальчик. А я ад. I love you and it feels so good. Киллер-инстинкт. Классная игра. Большинство из поклонников Супер Нинтендо уже давно режутся в инстинкт-убийцы. Эта игра разработана только для приставки Супер Нинтендо. И стала самой быстро продаваемой игрой Нинтендо за всё время. Первый день продаж только в США было продано более 150 тысяч картриджей. Хаос. Огромные мега-корпорации сражаются между собой, уничтожая друг друга. Борьба за мировое господство продолжается. В этом мрачном мире выделяется корпорация Монстр Ультра Тех, которая продает оружие направо и налево. Но продажи вооружения не единственный источник прибыли Ультра Тех. Отдел развлечений этой фирмы создал суперпопулярный телевизионный турнир Киллер-инстинкт. Это полигон для проверки разработанного ультра-тех вооружения. Участники боёв — гладиаторы будущего. Победители турнира получают всё, чего бы они ни пожелали. А проигравшие уже ничего никогда не получат. Дюрки цвет. Дюрки цвет. В игре 10 персонажей. Давай расскажем о них. Бери джойстик. Расскажешь о том, что они не игры. Спайнел. Один из лучших охранников тайны Ультра Тех. Убийца. Тогда я буду играть за гладцов. Это пленник. Инопланетянин. Чтобы доказать, что инопланетяне очень опасны, его отправили сражаться на турнир. Единственная его награда — жизнь. Такая система. Я не знаю, что инопланетяне очень опасны. Продолжение места. Продолжение следует. Полу. Су Bridges. Видел фаталити? Это фирменный прием. Добивание. Ну ты силен. Ты проиграл, мальчик. Давай, Реванш, я буду Яго. Ты знаешь, я раньше думал, что это шекспировский персонаж. Оказалось, нет. Это мистический воин из горных районов Тибета. Он должен уничтожить зло, захватившее власть на земле. Тогда я играю за шефа танго, защитника индейца. Он ищет своего родного брата по имени Игорь. Орел. Загадочного пропавшего в прошлогодних соревнованиях. Это ты сделал, Комра? Да. Это такая специальная серия ударов, если кто-то знает. Я теперь все знал. Это фиота! Андрей, ты опять прыгнул. Ладно, убедила дружба. Нет дружбы в киллер-инстинкте. Найди свою волшебную лампу, Семен. Еще надел челму. Я Аладдин. Кто из вас, ребята, не видел мультфильма Аладдин? А игр по нему сделано просто море. Дэндиола версия напоминает не Сеговый вариант, а Супер Нинтендос. Это довольно странно, так как раньше кальку делали с игр Мега Драйв. Ну что, Аладдин, в путь? В путь! Андрей, осторожнее. Тут же полно опасностей. Прожить длинную жизнь Аладдину вряд ли удастся. Тактика ведения боевых действий такова. Подходишь к стражнику, но не очень близко. Бросаешь в него яблоко. Это выводит дурака из себя. Следующий ход. Прыжок и удар ногами по кумполу. Брат в аут. Но стражники постоянно получают подкрепление из дворца. И поэтому ты не можешь быть абсолютно уверен в том, что успешно пройдешь уровень. Давай расскажем о призах. Изумруды. Если Аладдин соберет сто изумрудов, то получает дополнительную жизнь. Цыпленок табака. После того, как Аладдин съест зажаренного петушка, он восстанавливает всю энергию. Яблоки. Аладдин собирает все яблоки, которые находит. Использует их для вывода противника из строя. Вазы. В них жители хранят свои запасы. Можно подкрепиться. Эх, не удалось мне поиграть в арабскую рулетку. Для этого надо пройти уровень, не потерять ни одной жизни. Вот как много всего интересного и удивительного. Музыка из оригинального мультфильма. Графика невероятная для восьми бит. Даже не верится, что на Денги бывают подобные гуси. I love you and it feels so good. Знаешь, Андрей, на меня, как на корифея игр, поначалу чисто визуально остров Йоши не произвел сильного впечатления. Но присмотревшись повнимательнее, я увидел отличное графическое исполнение. Не виданное раньше. У меня такое ощущение, что экрана коснулась кисть или, скорее, карандаш художника. Видны отдельные штрихи, что придает внешнему виду приятный колорит. Глаза отдыхают. Ну что, давай поиграем? Управляешь ты в игре не скоростным, Марио, а веселым и не менее быстрым Йоши. Даже скорее Йошами. Их здесь много, целый остров. Каждый из Йош подписался прокатить Марио по одному из этапов. Каждую зону острова охраняют два босса. Преимущество Super Mario World 2 Йоши Сайлент в том, что всегда можно найти подсказку по игре. Пояснение содержится в бежевых кирпичиках, висящих в воздухе на уровне. Долбанешь его головой Йоши, получишь подсказку. Она, конечно же, на английском, но сопровождается рисунком. Так что ты, Семен, не ошибешься. Теперь о врагах. Их море, более 120 видов. К тому же Йоши может превращаться в различные типы транспортных средств. Это и есть обещанный морфинг. Превращение. Морфинги обязательны? Иногда эти морфинги не обязательны. Однако в некоторых местах нельзя пройти уровень, не превратившись, например, в автомобиль. Стоит коснуться специального, висящего в воздухе шарика, и Йоши становится маленьким вертолетиком и может полетать, собирая различные бонусы. Ты знаешь, мне кажется, весь кайф новой игрушки ощущается только после нескольких минут игры в нее. Идет по нарастающей. Азартность ломовая. Начав играть, не можешь оторваться, пока не пройдешь последний уровень. Семен, не упусти свой шанс отдохнуть на острове Йоши. Не упустите свой шанс отдохнуть на острове Йоши. Пресловутые канары покажутся вам по сравнению с ним отстойником. Желаю успехов. Что выбрать в мире видеоигр? Конечно же, остров Йоши. Лидер продаж в Японии и Германии. Лучшая игра для Супер-Нинтендо. Чудеса графики. 60 уровней непрерывного действия. Свирепые противники и огромные боссы. Остров Йоши в магазинах Дэнди. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, первым делом по магазинам. Магазины Дэнди. Красная Пресня 34, Петровка 12 и переход в метро, театральная, Гум. I love you and it feels so good. Похож я на хоккеиста? Похож. А на мутанта? Тоже похож. Эту хоккейную мутантскую игру разработала фирма Electronic Arts. Использован скелет известной игры НХФ. В ней запрограммирована основа настоящего хоккея. От количества игроков и размера площадки до правил игры. Часть этих вещей, особенно правила, оттуда вынимается. Затем придумывается новость. Персонаж для хоккеиста. Ими становятся дикие монстры-мутанты. Получается безумный вариант хоккея. Николай Озеров точно бы сказал, такой хоккей нам очень нужен. Я пошутил. Он сказал бы так. Здравствуйте, дорогие любители спорта. Мы ведем нашу трансляцию со стадиона Мерзлая земля. Сегодня встречаются команды Мерзкая отрыжка и кровавые уродцы. Судья не свистит. Его купили задолго до начала встречи. Хотите принять участие в подобном поединке? Вперед! Забудьте правила. Главное здесь вовремя звездануть соперника по шапке. Игра имеет пять степеней грубости. Если на первой она еще немного напоминает обычный хоккей, то на пятой главная цель не забить гол, а перебить всю команду соперника вместе с запасными игроками. Некоторые остаются дрейфовать подо льдом, провалившись туда через прорубь за воротами. Некоторые остаются лежать на льду с проломленным черепом. Некоторые подрываются на подброженных зрителями минов, и потом рабочие стадиона соскребают их остатки с потолка. Берутся вооружения, бензопилы, дубины, цепи, палки, топорики. Все это разбрасывается по полю и вручается игрокам. Площадка изменилась, теперь на ней есть проруби, иногда сюда падают бомбы, а льду носятся куда-сюда акульи плавники. И никакой судья вам ничего не скажет по поводу опасных или грубой игры. Надо только пасовать побольше, успевать это сделать до того, как вашего игрока с шайбой разнесут в плочья. После этой игры я стал похож на настоящего мутанта. Видишь? Журнал Дэнди Новая Реальность путеводитель по играм. Это как энциклопедия, где нужен каждый том. Ты же не знаешь, какой картридж купишь завтра. Три тома у меня уже есть. I love you and it feels so good. Сейчас рассказ пойдет еще об одной супер популярной игре Страна Данки Конга 2 приключений Дидди Конга. Первая серия этой игры стала настоящей сенсацией. Программисты фирмы Нинтендо разработали технологию усовершенствованного компьютерного моделирования. Благодаря ей удалось добиться потрясающей графики. Впервые на 16-битной приставке все персонажи, объекты и фоны стали трехмерными. Страна Данки Конга стала лучшей игрой 1994 года. И вот год спустя выходит вторая серия приключений обезьян. На этот раз похищен сам король Данки. Кремлинги заточили его в клетку, не простив нанесенного поражения. Подросший за год Дидди уже обзавелся подружкой Дикси. Вместе они отправляются на поиски. Вы не поверите, но графика выглядит еще более впечатляюще. Пиратский корабль, наполненные лавой пещеры, улей с медом, прорисованы до мельчайших деталей. Если дело происходит на высоченной матче пиратского корабля, то по небу плывут настоящие облака. Когда кремлинги скользят по канатам, у них дымятся ладони. Видите, какие мелочи учтены в стране Данки Конга 2? Эта игра намного сложнее. С самого начала вы столкнетесь с серьезными проблемами. Но пусть вас это не пугает. Помощников стало тоже больше. Итак, Диди Конг. Вы должны помнить нашего юного героя по его предыдущему приключению. Диди Конг бросился на спасение своего старого друга. Может быть, Диди и не самый могучий из героев, но его ловкость и быстрота помогут справиться со всеми трудностями. Дикси Конг. Дикси также выделяется своей ловкостью и быстротой. Она использует свои косички для кидания бочек, нападения на врагов и даже для полета. Носорог Рамби известен по первой серии. Рамби еще злее, чем раньше. Бешеная скорость и натиск делают его великолепным боевым конем для наших героев. Якоря поднять. Первая остановка в нашем путешествии по острову Крокодилов это затопленный галеон. Не беспокойтесь, я уверен, что все кремлинги, которые снуют по его палубам, трюмам и такелажу, давно забыли, кто потопил этот корабль. Корабль никуда не плывет, и на нем происходит ваше знакомство с Крокодильем островом. Эти уровни просто кишат кремлингами, поэтому маленьким обезьянкам не так-то просто выбраться отсюда живьем. Ну вот и все. Пришло время прощаться, увидимся через неделю. А в следующей передаче мы расскажем вам о новых играх «Водный мир», «Железное шасси», «Звездный путь», а также продолжим знакомство с играми для приставки Супер Нинтендо. «Инстинкт убийцы», «Остров Йоши» и «Страна Данки Конга 2». «Страна Данки Конга 2» «Нинтендucky» «Страна Данки Конга 2» «Нинтендуки». Субтитры сделал DimaTorzok